Диктант Победы напишут в Люберцах. Для этого подготовят 45 площадок. Среди них образовательные учреждения округа и музейно-выставочные комплексы. Одним из организаторов всероссийской акции выступила партия «Единая Россия». Каждый уважающий себя человек должен знать и чтить историю своего Отечества. Даты и события Великой Отечественной войны, сюжеты художественной военной литературы и биография героев. Все это предстоит вспомнить участникам диктанта Победы. Центральной площадкой станет музейно-выставочный комплекс. Наше учреждение зародилось в 1976 году. И основателем этого учреждения стал полковник в отставке, почетный гражданин города Люберцы, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Петрович Изместев. В этом году в исторический тест войдут 25 вопросов, 20 заданий по общефедеральной и 5 по местной тематике. Из-за введенных ограничений дату события перенесли на 3 сентября. Пандемия внесла коррективы и в порядок проведение диктанта Победы. При проведении диктанта будут соблюдаться все условия для защиты здоровья наших жителей и гостей городского округа Люберцы. Всем будут предоставлены перчатки, маски и обязательно будет соблюдена дистанция. Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет во второй раз. В добровольном экзамене могут поучаствовать представители всех возрастов и профессий. Я призываю всех люберчан прийти написать тест с семьями, со своими детьми, потому что историю нужно изучать с раннего возраста, чтобы вспомнить своих родных и близких, тех, кто защищали нашу родину. И мы вместе соберемся, проверим свои знания. С полным перечнем адресов проведения диктанта Победы можно ознакомиться на сайте местного отделения партии «Единая Россия», а также на официальном сайте диктантпобеды.рф.